Хоу-у-у! Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Радио Хакаси-ФМ на 91,5. Друзья, доброе утро всем, кто включил свои приёмники, кто настроился на нашу волну в этот понедельник. И сегодня у нас 11 ноября 2019 года, друзья, утренний эфир на радио Хакаси-ФМ. Дмитрий Каштанов у микрофона. Помогает, как обычно, вести эфир мне Андрей Пахабов, специальный корреспондент телевидения РТС. Андрей, привет! Доброе утро! Друзья, ну и уже такая некоторым образом традиция у нас по понедельникам в гостях пресс-секретарь главы республики Хакаси Максим Санчусов. Максим? Доброе утро, доброе утро, коллеги, доброе утро, дорогие друзья. Сейчас пока готовились к эфиру, вспомнили выходные, настроение поднялось. И думаю, неделя пройдет у нас, так скажем, бодро. Да, неделя сдалась, я бы уже сказал. Друзья, 298-198, телефон нашей студии, это прямой эфир. Можно звонить, можно задавать вопросы нашему гостю. И даже нужно, я бы сказал. Поэтому 298-198. И давайте, в общем, начнем нашу чудесную программу. Как прошла, давайте, наверное, Максим Саныч, прошлая неделя? Ну да, давайте уже будем идти по традиции. Вспомним события ушедшей недели, поговорим о предстоящей неделе, вспомним наиболее резонансные новости, которые появлялись в разных источниках. Ну, что касается прошедшей недели, тут, в принципе, я бы выделил несколько моментов, в которых принял участие глава республики. Это первая, наверное, это поездка на ПОШ. Она была в самом начале недели. ПОШ – это комбинат первичной обработки шерсти. Казалось бы, ничего такого интересного. В Черногорске же он находится еще. Да, в Усть-Абакане, Черногорске, промзона. Но тут что примечательно? Примечательно, ну, во-первых, то, что ПОШ или компания Сибвул, как она сейчас называется, все-таки это одно из тех немногих предприятий, которое сохранилось еще с советских времен. Тут надо отдать должное, да, что люди не распродали ее, не разорили, а продолжают работать, и причем компания достаточно хорошо стоит на ногах, делает успехи. По-разному было периодически новости. Ну, бывало, да, но, тем не менее, выжить и при социализме потом в 90-х, и сейчас в нулевых, и, тем не менее, продолжать работать, это, конечно, дорогого стоит. Ну, а чем, собственно, примечательна была поездка, то вот здесь, что мне нравится в деятельности главы Харкасии, что все идет поэтапно. Если вы помните, в июле месяце у нас прошла сельскохозяйственная конференция российского уровня, то есть приезжали министры сельского хозяйства других регионов, и с федерального правительства были гости, ну, по профильному ведомству, и речь там зашла о развитии овцеводства в Харкасии, ну, а комбинат первичной обработки шерсти как раз этим занимается, и тут проблема в чем? Проблема в том, что овцы, которые сейчас у нас в поголовье в Харкасии есть, у них шерсть достаточно жесткая, дешевая, и ее даже и продавать, в общем-то, невыгодно. Получается больше мясной. Да, да, да. Ну, а как раз на вот этой конференции зашла программа, которая позволит вывести, именно вывести новую породу, здесь у нас в Харкасии, поскольку тонкорунные породы, ну, как-то так получилось исторически, что плохо приживаются в нашей республике, вывести породу, которая будет адаптирована к нашим условиям, и будет являться мясошерстной, то есть и мясо, и шерсть хорошая, востребованная, дорогая. Ну, для этого же, получается, это и селекция. Это селекция, да. У нас предприятия остались. Я вот знаю, у нас есть в городе, недалеко, кстати, почему и знаю, потому что недалеко от меня находится, было предприятие, что-то там по осеменению, и оно в ужасном состоянии, там автобус останавливается, я несколько раз проезжал, там, по-моему, ничего не осталось с него. А вот на какой базе тогда-то? Это достаточно серьёзная работа. Это серьёзная и, я бы сказал, комплексная работа. То есть, прежде чем закупать, а их будут закупать, вот эти новые породы, их будут закупать где-то в Центральной России, точно сейчас не вспомним, а здесь будут подготавливать именно предприятия. То есть, уже в бюджет на 2020 год запланированы средства, не по линии сельского хозяйства, Министерства сельского хозяйства. Там, кстати, речь идёт не только об овцах, но и об улучшении генофонда и крупного рогатого скота. Ну, если будет создано предприятие, то, само собой, оно не только овцами. Конечно, конечно. Именно вот речь будет идти об этом. Ну, и делается это будет, конечно, на базе уже существующих фермерских хозяйств, которые, в общем-то, более-менее работают успешно. Тоже это всё будет финансироваться. Ну, и вот, чтобы всё это комплексно работало, и состоялась поездка на Сибул, чтобы убедиться в том, что и шерсть, которая будет появляться после проведенной работы, чтобы она тоже шла в обработку и приносила прибыль, и в том числе, конечно, и фермерам, которые будут заниматься, участвовать в этой программе. Ну, и само предприятие не так же будет получать прибыль. Там потребуется закупка, конечно, другого оборудования, и собственники предприятия говорят, что они готовы вложить в это дело деньги. То есть, в принципе, перспектива хорошая. То есть, сельское хозяйство – это одно из приоритетных направлений, собственно, как и туризм. Вы знаете, что у нас с сельским хозяйством дела, так скажем. Ну, в целом, оно как-то у нас же искренне. Ну, это, конечно, это, в общем-то, для нашей республики, это традиционный вид. Про поэтапность еще два слова скажу. Насколько я знаю, проект уже в Москву надпранаправлен, Министерство сельского хозяйства. Он уже не только отправлен, он уже одобрен, и, более того, будет представлен в Сочи на инвестиционном форуме, потому что там, конечно, потребуются и дополнительные инвестиции, и собственными бюджетными средствами здесь сложно обойтись. Хорошо, давайте тогда к следующему мероприятию перейдем. Встреча с жителями Алтайского района. Тоже уже традиционные у нас встречи с территориями, с жителями районов всяческих. И что же вообще, особо актуальная тема какая? Ну, в Алтайском районе встреча прошла в селе Белый Яр. В общем-то, все встречи, можно сказать, по наличию вопросов, конечно, похожи друг на друга. Вопросы – это, в общем-то, это трудоустройство, это по линии здравоохранения, по лекарствам вопросы. Особо остро стояли вопросы в Белом Яре. Это, конечно, экологические вопросы. Шалгинова, Аршанова, буквально там несколько людей вставали, поднимали этот вопрос о деятельности угольных разрезов. Речь идет о, прежде всего, чтобы не было открытия новых угольных разрезов. Но тут надо отметить и напомнить уважаемым радиослушателям, что глава республики неоднократно говорил, что он тоже против открытия новых угольных разрезов. Лицензий новых сейчас не выдается. То есть мы имеем дело с тем, что имеем, так скажем. То есть вот сколько выданы лицензий, там, по-моему, даже немало. Но самое главное, на чем, в общем-то, глава всегда делает акцент, это заставить уже действующие разрезы, уже действующие предприятия работать цивилизованно. То есть и соблюдать экологические нормы, и участвовать. Каким образом они могут это соблюдать? То есть разрез, ну, господи, яма, и, соответственно, ветра наших оказывается. Прежде всего, прежде всего, это инвестиции в это дело. То есть закупка оборудования, которое есть. Оборудование, то есть и такой способ добычи угля можно сделать так, чтобы приносить минимальный урон, так скажем, минимальный урон экологии. Это нужно закупать хорошее оборудование. А как это заставить сделать? Ну, скажу так, что сейчас уже разработана программа экологическая, которая позволяет делать мониторинг, такой всесторонний, разносторонний. Какие-то замеры воздуха. Воздуха, воды, да, всё это будет. Это, конечно, пройдёт, ну, наверное, года полтора, когда уже будут объективно собраны все данные. На следующий год, бюджет следующего года, уже тоже выделены средства на закупку лабораторий, которые будут проводить эти исследования. И уже тогда, когда появятся первые данные, когда это всё будет подтверждено документально, можно прийти с бумагой и сказать, ребята, вот видите, что вы делаете? И уже тогда можно разрезы сделать так, чтобы они действительно начали работать уже цивилизованно. Ну, и второе... Ну, то есть, операция нужна в любом случае действительно на какие-то данные, на какие-то факты. Не за просто прийти и сказать, что грязно у вас здесь. Да-да-да, конечно. Не бывает чего. Именно на факты, именно документально, потому что так никто даже и слушать не будет, потому что, ну, зачем им? Ещё какие-то определённые, ещё дополнительные какие-то расходы, всё и так хорошо, да, работает, денежки уходят. Ну, и второе, это, конечно, участие разрезов в жизни тех районов, в которых они производят свою деятельность и социальную... Ну, я, кстати, в пятницу этот вопрос поднимал уже, мы разговаривали, тоже гость у нас был, и у нас ежегодно, ежегодно на 300-400 рублей тонна угля дорожает для населения. Наверное, надо разобраться, с чем это связано. То есть, у нас хамят господа предприниматели, или всё-таки у нас... Перекупы. Ну, перекупщики, да. Или у нас разрезы поднимаются? Нет, разреза, я думаю, нет, им, в принципе, нет особо смысла этого, поскольку основная прибыль, да, основной доход у них идёт от продажи угля всё-таки... Крупные предприятия, за границу. За границу, за пределы республики. Местный рынок для них это, в общем-то, неосновополагающий как минимум. Здесь, наверное, вот сеть, да, вот этих вот перекупов там и прочих людей. Тут даже вот можно, могу привести пример. У нас еженедельно проводятся совещания селекторные с главами муниципальных образований. Глава проводит. И там на каждом, буквально, предприятии, на каждом совещании поднимается вопрос о том, что, к примеру, два села в одном районе, находящихся рядом друг с другом, покупают, закупают уголь у разреза, да, или там у какого-то там, значит, собственника. У одного и того же, одной и той же марки уголь. Но цена может быть разной. Причем иногда в два и в три раза. Отличаться. Нет, а все-таки у нас есть какие-то льготы для населения, да, то есть вот разрезы, работающие на территории нашей республики. И для местного населения, там, ну, допустим, для местных нужд, они, может быть, со скидкой с какой-то отпуском. Ну, Дмитрий, я не углублялся в этот вопрос. Интересно. Да, ну, это, наверное, нужно такой вопрос задать уже, ну, более, так скажем, узким специалистам. Честно говоря, ничего не могу сказать, врать не буду. Мне нравится, что не только Андрей Пахабов решает свои проблемы теперь на радио, но и Дмитрий Каштанов тоже. Это не только мои проблемы, проблемы республики. Ты понимаешь, да, то, что там у тебя родственники какие-то. Это другое совсем. Я пекусь о всей республике, решая свои вопросы. Итак, друзья, радио Хакасия ФМ на 91,5. Мы прервемся на рекламную паузу. Буквально через несколько минут вернемся в студию. 298-198. Звоните, задавайте ваши вопросы, будем рады ответить. Радио Хакасия ФМ на 91,5. Друзья, итак, я напоминаю, сегодня у нас понедельник, сегодня 11 ноября 2019 года. Андрей Пахабов в студии, Дмитрий Каштанов. И в гостях у нас Максим Александрович Усов, пресс-секретарь главы республики Хакасия. Доброе утро. Да, Андрей. Да, я предлагаю пошерстить еще новости с прошлой недели. Там появлялись разные сообщения, в том числе о повышении зарплаты для главы республики и, по-моему, на содержание представительства московского. Так это или нет, как можете прокомментировать? Да, действительно, появлялись такие новости. Ну, здесь что можно сказать? Ну, во-первых, наверное, на что нужно обратить внимание комментаторам всем и тем, кто, в общем-то, от кого исходят данные новости, все-таки обратить внимание на то, что речь идет о проекте бюджета на 2020 год. Ключевое слово здесь – это проект. Даже несмотря на то, что проект бюджета прошел уже первое слушание в Верховном Совете, это еще ничего не значит, параметры будут меняться, еще неизвестно, сколько Москва выделит субвенций и прочее, прочее. Ну, а вообще, если говорить о зарплатах, причем, ну, допустим, если речь идет о зарплате главы республики, то в любом случае окончательную сумму, окончательную цифру финальную мы с вами узнаем следующую осенью, когда будут опубликованы декларации. Тем более, что та цифра, от которой отталкивались авторы, вот нам, допустим, совершенно непонятно, откуда она взялась. И по поводу соотношения этой суммы, которая планируется на 2020 год, и вот они там увидели вот этот рост, там 50 с лишним процентов, то тоже совершенно непонятно, потому что я могу с уверенностью сказать, что зарплата главы республики в 2020 году останется на уровне этого года. Это совершенно точно. Ни о каких повышениях речи быть не может. Ну, а что касается заложенных денег, или планируемых денег на содержание постоянного представительства в Москве, но тут справедливости ради надо сказать, что действительно прогнозируется рост трат приблизительно где-то на 5,5 процентов, но здесь все это происходит по той причине, что в бюджете заложены деньги на индексацию заработных плат госслужащим, муниципальным служащим, причем это делается впервые за долгие годы, если вообще не впервые, то есть произойдет индексация с января 2020 года на 4,3 процента, и в октябре 2020 года на 3 процента, то есть и вот здесь мы видим 5,5 повышения расходов, в том числе и на постоянное представительство, то есть там сотрудникам тоже проиндексируют зарплату, не более того. Ну, а чтобы уже, так скажем, для чистоты эксперимента наших уважаемых комментаторов надо было все-таки еще учесть и то, что в 2018 году было ликвидировано постоянное представительство в Санкт-Петербурге, которое за все время своего существования, это, по-моему, порядка 4 лет, может быть, чуть больше, съело, так скажем, из республиканского бюджета почти 52 миллиона рублей, то есть 51,5 там с чем-то, да, вот с копейками, не помню там детали, но сумма немаленькая, согласитесь, да, то есть то представительство, которого могло и не быть, и которое, в общем-то, необходимость которым под большим сомнением, но тем не менее, вот этот шаг был сделан. Зачем оно действительно в Петербурге? Москва, понятно, там голова, и здесь нет. Там просто необходимо свое представительство, потому что нужно буквально на короткой ноге взаимодействовать с федеральными властями. В Крыму не будет представительства, да? Ну, конечно же, возможно бы и хотелось, но нет смысла, нет смысла. Есть смысл, все рабочие, все дела в Москве, все вопросы решаются именно там, и только там необходимо вот такое представительство. Так что вот могу прокомментировать это так. Да, подтверждаю, на представительство будет повышение затрат, но это по объективным причинам, что индексируется заработная плата, ну и тут надо сказать, что она индексируется для всех, да, и в республике, и в муниципальных служащих, и для некоторых госслужащих. Так что, ну а у главы тут полное, так скажем, непонимание, откуда взялись эти цифры, и зарплата останется прежней. Хорошо, давайте перейдем к следующей неделе, что у нас впереди ждет. А, ну, знаете, я еще хотел бы остановиться вот на чем, то есть на такое тоже важное вехо завершилось, завершились прием подачи заявлений на пост мэра города Бахрая, 13 кандидатов, беспрецедентное, конечно, количество желающих, так скажем. Ну, что тут я бы хотел выделить, что некоторые наши местные СМИ и блогеры тут же решили, что, как вы знаете, Олег Иванов также выдвинул свою кандидатуру на соискание данной должности, и некоторые блогеры и журналисты уже высказали мнение, что Иванов – это ставленник Коновалова, что именно и Миронова, да, что вот его, так скажем, туда ставят, чтобы каким-то образом контролировать город. Я со всей ответственностью могу сказать, что это полная чушь. Олег Альбертович, насколько вы все знаете, и вы, уважаемые радиослушатели, достаточно самостоятельный политик, и самостоятельно всегда принимает решения. Смакая неодиозная. Да, и курировать, и советовать ему что-то, о чем-то просить. Нет необходимости, так же, как и нет необходимости правительству иметь своего человека. Ну, понимаете, Валентин Олегович – политик новой формации, и ему не нужно ни с кем здесь своих людей расставлять, там, да, с кем-то договариваться, он глава республики, он высшее должностное лицо, и работать он будет со всеми. И в данной ситуации, я подчеркиваю, что работать будут с любым из кандидатов, кто выиграет, кого выберут жители города. Ну, тем не менее, с кем-то легче работать, с кем-то сложнее. А неважно, неважно, работать нужно со всеми. Все главы разные, главы муниципалитетов, главы районов, все разные люди, но всегда нужно учитывать то, что их выбирали местные жители, и с этим надо считаться, и работать нужно со всеми. То есть, это воля изъявления людей, как-то повлиять на деятельность, там, снять главу, да, там, еще что-то сделать невозможно, поэтому работать можно и нужно со всеми. — Хорошо. Предстоят заседания правительства у нас на неделе? — Да, на этой неделе. Традиционно, в общем, будет заседание правительства. — Трансляция на YouTube? — Конечно, да. — Что постоянно будет теперь? — Конечно. Теперь жители республики могут смотреть, как работает правительство в прямом эфире, в интернете. Это на YouTube-канале РТС, также во всех социальных сетях главы республики, ВКонтакте, в Инстаграме, в Одноклассниках, в Facebook. Нет, в Facebook нет. Там тоже будет идти прямая трансляция, там также можно будет оставлять комментарии. И, знаете, я хочу сказать, что я наблюдаю за тем, какие комментарии поступают во время работы правительства. Вы знаете, несколько отличаются. Стало меньше, так скажем, просто хулиганов, которые там, допустим, что-то лишь бы написать, да, а именно стали поступать какие-то, ну, конструктивные вопросы, конструктивные замечания. — Ну, наигрались, в общем. — Да, просто видно, что правительство реально работает. И это, ну, это не обманешь сейчас людей, понимаете? Они видят, когда показуха, а когда видно, что идет работа, идет дискуссия, спорят на заседаниях, кого-то отчитывают и с кого-то спрашивают. То есть это, я считаю, очень позитивный опыт, и, конечно, этот опыт нужно оставлять. Да, все вот такие решения, ну, какие-то важные заседания, конечно, будут транслироваться, чтобы люди могли за этим наблюдать, как это происходит. Ну, а что касается конкретно этого, про заседание правительства, которое завтра произойдет в 10 часов утра, оно также будет идти по традиционному сценарию. В первой части будут выслушаны доклады доклады по новым постановлениям, которые планируются к подписанию Валентином Коноваловым. Далее у нас, вот мы сегодня уже сельскохозяйственную тему затронули, да, будет доклад министра сельского хозяйства. Сергей Иванович Труфанов расскажет о развитии агропромышленного комплекса, о том, что было сделано в этом году, каких успехов, чего удалось добиться в этом году и что планируется делать дальше. Ну, и о текущем состоянии и перспективах развития туризма в республике будет докладывать Евдокимов Николай Викторович, это министр экономического развития. То есть это вот по таким основным, так скажем, моментам, что будет на заседании правительства. Ну, если еще говорить об этой неделе, что у нас там планируется интересного, в среду к нам в правительство придут дети из киностудии «Воробей». Участники вот такого вот крошка. Будет на их экскурсии, они там наверняка будут что-то снимать. Они уже, кстати, на телеканале РТС уже была трансляция фильма, выпущенного в данной студии. Очень интересная такая компания детей, такие творческие. И вот сейчас они, мы уже были, глава республики был у них в гостях, теперь они к нам придут. В гости еще планируется поездка в город Сорск. Но, позвольте, я не буду анонсировать цель поездки. Пусть это будет сюрпризом для местных властей. Не для жителей Сорска? Нет, для местных властей. Потому что это должно быть все-таки сюрпризом. Вот. И, ну, как обычно у нас по четвергам проходят селекторные совещания с главами муниципальных образований. Это традиционно тема ЖКХ, которая, в общем-то, не уходит из поля зрения главы республики, потому что нужно все держать на контроле. На этих селекторах, как обычно, глава слушает доклад Сергея Николаевича Новикова о состоянии, текущем состоянии ЖКХ, как проходит отопительный сезон, где какие проблемы, закончились ли выдача паспортов готовности, актуализации схем тепловодоснабжения и прочее, прочее. То есть вот такие текущие хозяйственные дела. Похолодало как раз. Да, да. Ну и в пятницу глава уедет. Он уедет, примет участие, уедет в Омск, примет участие Совета при полномочном представительстве президента Сергея Ивановича Миняйла. Это ассоциация Сибирское соглашение, большое совещание. Ну это, в общем-то, периодически проводятся такие встречи в рамках Сибирского соглашения. Вот мы были летом в Кызыле, там тоже были. Ну Сибирское соглашение, такая ассоциация регионов Сибирского федерального округа, которые сообща решают некоторые какие-то вот такие общие проблемы по взаимодействию, опять же и по туризму, по дорогам, там, в общем, много у нас общих, так скажем, и задач, и проблем, вот, собственно. Ну и вот такая будет у нас неделя в правительстве. Замечательно. Продуктивненько, я бы сказал. Напряженно и плотно. Ну, нормально, но еще, помимо этого, глава даст завтра интервью информационному агентству Хакасия. Также планируем прийти в гости к Алексею Ивановичу Кириченко, в его замечательную вечернюю программу на Бакан-24. Вот это все, что пока у нас в планах. Хорошо, еще одну тему обязательно хочу поднять. Не так давно в Инстаграме телеканал РТС, Наталья Чудина, корреспондент. Поняла очень интересную тему. Я предлагаю синхрончик послушать. Давайте. Давайте. Несколько минут. Пока тут варятся макароны, мне пришла в голову одна мысль. Вот смотрите. В последнее время у нас торжественно, все больше торжественно открывают пешеходные дорожки, торжественно включают фонари на столбах, торжественно вручают сельским медикам и сельским пожарным новую технику. И каждый раз это преподносят нам, как какое-то большое, просто невероятное счастье. А ребята, а в чем счастье-то? Дороги должны строиться, фонари должны гореть. Сельский медик должен приехать к своему пациенту на нормальной машине. Ненормально, когда пожарный приезжает на пожар и тащит за собой телегу советских времен выпуска. Вот это ненормально. А то, что меняется техника, это естественный процесс. А нам это преподносится, как какое-то невероятное счастье, за которое мы должны всех почему-то благодарить. А за что благодарить? Мы платим налоги? На эти налоги это все и приобретается? Где тут счастье? Ну вот еще тема последних лет. Нацпроекты. Нацпроекты то, нацпроекты сё. А в чем дело-то? Школы должны строиться, детсады должны работать. Дороги должны быть качественными и безопасными без какой-то там программы сверху. А у нас получается так, 20 лет власти ни черта не делали, а потом наконец-то принялись за свою работу и требуют от нас радоваться и хлопать в ладоши. Ребят, ну это разве нормально? Вот прокомментируйте. Очень хорошее мнение. Я, кстати, разделяю мнение Натальи, потому что, ну, действительно, она подняла очень важную тему. Вот я, допустим, здесь тоже ярость сторонник вот того, чтобы не было вот этого пафоса. Но действительно есть традиция ещё с советских времён резать ленточки, да, вот это вот. Но понятно, можно это понять, когда речь идёт об открытии какого-то крупного предприятия, важного объекта, да, для вообще инфраструктуры города, школы, детского сада. Да, это, конечно, можно себе позволить. Людям нужен праздник, нужно дать понять, что вот это, да, действительно, это очень важно было сделано. Ну, а что касается, там, не знаю, перерезания ленточки где-нибудь в частном секторе, открывают новую колонку, водяную или там ворота, калитку сделали, ну, это действительно, конечно, полный бред. И, ну, кстати сказать, справедливости ради, могу сказать, что Валентин Олегович не принимает участие в подобных мероприятиях и вообще такие мероприятия не проводятся. Может быть, кто-то из местных властей там режет ленточки возле забора, но Валентин Олегович часто посещает, действительно, объекты строительства и дорожного строительства, но, как правило, это проблемные какие-то места. Это по каким-то причинам застоприлось, стройка. Да, я что-то застоприлось, потому что, я объясню, почему. Не потому что там устроить разнос, это да, но надо понимать, что вот эти все стройки и дорожные в том числе, это все, да, действительно, национальные проекты, тут нужно понимать, что там очень важны сроки, важны сроки их исполнения, потому что если ты не успеваешь, то деньги нужно будет возвращать. И по строительству, по темпам строительства, и по освоению денежных средств в том числе, то есть там очень строго, строгий контроль за этим, и любое упущение потом может сказаться на том, что ты просто потеряешь данную программу и в следующем году не сможешь в ней участвовать. А нацпроекты, ну что это такое? Здесь нужно понимать, что это очень хороший способ развить инфраструктуру дорожную, строительную, да, городскую, улучшить состояние дворов за счет федеральных денег, потому что там финансирование идет 99% федеральных денег и 1% только из местного бюджета, потому что, поэтому отказываться от вот участия в таких проектах, это просто, ну, преступление, наверное, так можно сказать. И исполнять эти нацпроекты действительно сложно, но несмотря на это, на следующий год республика планирует увеличить долю участия, то есть сейчас мы участвуем в 11 из 13 национальных проектов, и увеличить долю участия, пусть даже в тех же самых проектах, но, так скажем, в муниципалитетах продвинуть эту тему, потому что вот у нас по нацпроектам Абакан больше 50% приходится на Абакан, все остальное разбросано по муниципалитетам, то есть вот можете себе понять, да, как построена работа именно в наших районах, но тут тоже нельзя бы в этом обвинять и местную власть, поскольку, ну, к примеру, для того, чтобы заявиться на какой-то национальный проект, на строительство какого-то объекта, нужно, естественно, подготовить проектно-смертную документацию, на которой стоит денег, а денег в муниципальный бюджет и вообще в республиканском на это заложено не было и раньше вообще не закладывалось. Бюджет следующего года уже заложены деньги на именно проектно-смертную документацию, чтобы главы районов могли уже сейчас начинать готовиться, да, смотреть, где они могут поучаствовать, готовить эту документацию и входить в участие. Также будут с главами районов проведена работа, как эффективнее проходить процедуру торгов, да, потому что и на этом этапе тоже часто бывает, что стопорится работа. Очень, ну, бывает также, что здесь и коррупционные составляющие могут быть, что там ай-яй-яй надо, чтобы кто-то и в погонах с ними встретился и объяснил, что, ребят, здесь все строго, все серьезно. Вот. Ну и с подрядчиками ведется работа. Тут надо сказать, что у нас на самом деле, как это ни странно, в республике проблема с добросовестными подрядчиками. То есть их буквально там по пальцам пересчитать, то есть вот глава периодически с ними встречается. И что характерно, я вот лично, это мой личный такой вывод, да, замечание такое, что в принципе большинство из них не зарегистрированы в республике, то есть это красноярцы, в основном красноярцы работают. Не знаю, по какой причине, почему у нас люди не участвуют, потому что это же, в принципе, верное дело на самом деле, потому что выделяются федеральные деньги, и у тебя есть гарантии того, что тебе за работу заплатят. Вот. Но тут, может быть, и причина еще и в том, что, может быть, невыгодно. И вот здесь как раз можно вспомнить еще и о том, что, помните, да, что приняты несколько законопроектов, которые снижают ставку по... Налогам. Да, по упрощенной системе налоговложения, да, которая, в общем-то, достаточно актуальна для малого и среднего бизнеса. И я думаю, что со следующего года как раз и даже тем подрядчикам, которые зарегистрированы, допустим, в Красноярске, будет выгоднее перерегистрироваться здесь, потому что здесь будет в два раза меньше налогов, можно платить. И эти налоги пойдут в республиканский бюджет уже, в наш местный. Вот. И я думаю, что, ну, таким вот, понимаете, такая комплексная работа проходит. Я думаю, что, ну, таким образом мы как-то все-таки придем к тому, что все будет выполняться в сроки быстрее и качественнее. Тем не менее, на дорогах-то вот около меня ремонтируют эту самую дорогу, отремонтировали уже, прошу прощения, работают азиаты. Но это наемные. Не ушло ли это в субподряд еще кому-нибудь? В субподрядчиков действительно много, и это, ну, это наемные работники, то есть каждый подрядчик, конечно, ему выгоднее, там, подешевле, да, привлекать рабочую силу. И, кстати, это сказывается на качестве, конечно. Здесь тоже нужно работать, потому что, допустим, на строительстве в Туиме психоневрологического интерната там действительно есть острая необходимость в квалифицированных кадрах. То есть это тоже мало. То есть ровнять там асфальт, кидать, это одно дело, да, даже там класть кирпичи, но качественные бетонщики, это... Не, ну, соблюдение технологических процессов. Да, 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 то есть вот именно вот таких специалистов действительно нехватка, и я думаю, что, ну, на это уже правительство обратило внимание, и тоже над этой проблемой работает. Да, я хотел в противовес Наташа все-таки частично сыграть адвоката-дьявола и сказать о том, что бывает подобное сообщение вот о том, что там что-то строится, ленточки перерезаются. Бывают же элементы пиара, и бывают элементы просто информирования населения об этом. В частности, допустим, если, ну, не знаю, в городской поликлинике новое оборудование закупили, почему бы об этом не рассказать, чтобы люди знали, что у нас есть такое оборудование, что уже не надо ехать ни в Красноярск, ну, допустим, с онкологией, или еще куда-то. То есть в этом плане почему нельзя похвалиться? Да, Андрей, я здесь с тобой полностью согласен. Действительно, правительство и вообще власть должна информировать население, она должна отчитываться перед населением о проделанной работе, именно отчитываться, а не резать ленточки. Да, здесь, конечно, совершенно справедливо сказано. Итак, друзья, 298-198, телефон нашей студии, ну, о чем еще мы не сказали, вроде, мне кажется, все вопросы более-менее освещены. Да, вроде, да. Друзья, радио ХКС-ФМ на 91.5, каждое утро мы в студии, и каждый понедельник Максим Александрович будет постараться, по крайней мере, приходить к нам в студию, и готовьте ваши вопросы заранее, друзья, можно будет в прямом эфире задать, получить ответ. Радио ХКС-ФМ на 91.5, никуда не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова